Для жительницы Самары Надежды Александровой метро – любимый вид транспорта. Он не просто самый удобный, но и самый интересный, рассказывает женщина. Ее всегда интересовала история создания городской подземки, поэтому Надежда и решила участвовать в викторине «Самара в движении», чтобы применить накопленные знания. Говорит, что попадались и сложные вопросы. Чтобы в будущем знать ответы и на них, женщина продолжит изучать историю метро. Собираюсь каждую станцию посетить именно с точки зрения того, что я еще не знаю, и другими глазами бы на это посмотреть. Для Светланы Головченко самым сложным оказался вопрос про тип платформ ожидания. А вот протяженность метро женщина знает наверняка. Самый вопрос простой. Наверное, вот протяженность метро. Самый первый вопрос, что у нас протяженность 11,6 километров. Метро нравится больше всего, конечно. Вот хотелось бы, чтобы оно больше развития у нас получило. Для самых эрудированных самарцев сотрудники метрополитена устроили экскурсию. Показали работу диспетчерской службы и как функционируют основные механизмы подземки, которые находятся в машинном зале. Все для того, чтобы в будущем даже на технические вопросы были ответы. Также победители викторины наградили призами, среди которых сувениры и транспортная карта с юбилейным дизайном. И главное, с положительным балансом, рассчитанным как минимум на 30 поездок. К 35-летию мы сделали небольшую книгу, посвященную юбилею 35-летия, в котором отображена история развития метрополитена, воспоминания наших сотрудников и строителей метрополитена, кто строил. И туда же приложен видеофильм. 25 декабря 1987 года в Куйбышеве ввели в эксплуатацию первую очередь метрополитена в составе четырех станций «Юнгородок», «Кировская», «Безымянка» и «Победа», а также заработала электродепо «Кировская». Тогда протяженность участка составляла 4,5 километра. Сейчас метро тянется почти через весь город, свыше 11 километров. Это один из самых востребованных быстрых и экологичных видов транспорта. Инфраструктура активно развивается. В будущем метро получит свое долгожданное продолжение. Станцию «Театральная», которая свяжет отдаленные районы Самары с историческим центром. В лучшую сторону меняется и состояние подвижного состава. За последние три года из 50 вагонов обновили более половины. Один новый поезд четырехвагонный пришел на предприятие. Во-вторых, вагоны отправлялись на завод, на капремонт, где менялась вся начинка. Они возвращались более светлыми, более удобными, более безопасными с точки зрения, что там всякие пожаростойкие материалы используются. И оборудованием транспортной безопасности они начинены. Активно обновляются и станции метро. Совсем скоро установят новые интроскопы для досмотра багажа, что увеличит безопасность как пассажиров, так и сотрудников Самарской подземки. Михаил Гермоленко, Константин Головин. События.